Было время, когда я хорошенько приложился обоими кулаками об кирпичную стену, я был, не знаю, лет, наверное, мне 12 было, переходный возраст сидела, и после этого у меня были вот здесь огромные такие шишки, и я думал, что я полностью уничтожил вот эти вот суставы, и что там теперь хрящу кранты, и все очень плохо, почему я так думал, потому что суставы очень сильно болели. Я пытался разминать таким вот образом сухожилия, пытался там что-то вправлять, косточки все, не только вот этих пальцев, хотя вот этим средним больше всего досталось, и вообще все очень сильно хрустели, там такие вот пощелкивания, у меня даже сейчас таких звуков нет, хотя вот только один, а хрустели вообще все суставы, и в общем много лет я так прожил, щелкая пальцами не приносило мне этого облегчения, пока до меня не дошло, думаю, все, собираюсь, начинаю править себе кисть, и вообще видео самоправка кисти, и начинаю я, значит, себе править, и понимаю, что нужно начать с крайних фаланг, ну потому что они свободны, то есть вот берем ее вот таким вот образом, слегка сгибаем, вот так, ну со всех сторон показываю, да, то есть слегка сгибаем и тянем, слегка сгибаем и тянем, здесь я беру над ногтевой пластиной, здесь, где-то примерно вот здесь, вот, слегонечко так прощелкиваю все пальцы, важно все остальное в этот момент расслабить, вот, я тогда так делал, думаю, не приносит облегчение, ладно, я смело пойду дальше, чуть выше середины сверху, почти под самым суставом внизу, следующий слой, прохожу, вторые фаланги, ладно, прошли, третья по аналогии, то есть я всегда чуть-чуть ее сгибаю, а тянутая я всегда ее продольно, то есть вдоль оси, то есть если, грубо говоря, вот так вот руку вытянул, вот она ось, вот примерно вдоль этой оси, то есть не сюда на себя, а вот так, ну или вот так в данном случае, ладно, прошел все три, значит фаланги, вот, можно побыстрее, вот так я захватываю, но это с точки зрения обучения неправильно, поэтому лучше все-таки вот так делать, потом научитесь изменить хват, и я почему-то через несколько только лет пошел дальше, то есть вот до этих вот, до пясных костей, они, в общем-то, вот такой вот длины, устроены примерно как вот эти вот фаланги, только там в глубине, это для того, чтобы ладонь у нас, ну вот так, по-всякому сгибалась, то есть вот эти кости, как их захватить, да в принципе все то же самое, то есть вот здесь ее один сустав, вот здесь ее другой сустав, чуть ближе к запястью, от середины сверху и почти под самым суставом снизу, проблема в том, что с пясными костями кожа скальзывает на вот эти вот суставы, за вот эти суставы брать нельзя, сразу над ними, хотя здесь расширение брать удобно, тоже нельзя, брать надо выше и сжимать достаточно сильно, почему именно так, потому что если вы вот здесь, если у вас будет рука, вы вот здесь вот начнете раздергивать капсулу сустава, это очень неправильно и собственно я, то ли мне сил в руке не хватало долгое время взять вот именно крепко, то ли может я боялся, не знаю, ну чего с малолеткой спрашивать, в общем не суть, однажды я это сделал и когда делал второй, третий палец, услышал резкий хруст вот здесь, а запястье для этого никогда себе не правил, сейчас хруста уже не будет, потому что все уже вправлено, но помнится почему-то до сих пор, может потому что я считал себя тогда сильно смелым, вот здесь, если это указательный, вот так вот сверху уже не возьмешь, поэтому я беру вот так, хотя в принципе тот же самый, чуть выше середины, и если просто вытянуть, хотя по идее надо вытянуть, не получается, если вытянуть, то приходится прям дергать, но при этом вот эту руку, если я левую делаю, я оставляю неподвижной, правую как бы, вот видите, сгибаю запястье и стараюсь продернуть, в момент рывка линия должна быть прямой в обеих руках, вот даже немножко до сих пор клинится, так вот, как оказалось, потом пястная кость стала под углом, сместились вот здесь вот эти вот запястные, всякие разные, вот этот сустав находился в условиях неправильной постановки, не вот этой кости, которую я постоянно раздергивал, расхрустывал, а вот этой кости, после того, как я восстановил между ними вот так вот соосность, причем я вот это вот, после маленького щелчка делал где-то неделю, прежде чем у меня действительно получилось, неделю каждый день, там по разу в день, вот видите, даже сейчас краснеет, вот здесь сухожилие у меня резко стало посередине, хотя до этого оно было смещено, и отсюда отек начал уходить прям сам собой, разболтанность в запястьях прекратилась, я занимался массажем, у меня болели вот эти вот все косточки, болеть они перестали, все благодаря тому, что я выставил все ровно. В экспресс-варианте это делается быстро, вот так, чтобы так научиться, я делал несколько лет, поэтому если захотите научитесь, с большим пальцем отдельно, с большим пальцем все очень осторожно, вот эти вот костяшечки сгибая и тянем, но ни в коем случае от оси, вот этой вот, не отступайте, то есть не тяните ни сюда, ни сюда, вот этот сустав разбить очень легко, он вообще изначально очень подвижен, очень часто выбивается, поэтому без рывка, если вот эти можно было дергать, ну в крайнем случае поболеть перестанет, большой палец дергать нельзя, аккуратненько, очень легонький, такой не толчок, знаете, а как кошку гладите, вот с такой силой, и очень нужно смотреть, то есть вот я вот так делаю, уже перекашиваю, вот так делаю, уже перекашиваю, видите, скрутка идет, то есть чтобы не было скрутки, но вот эти косточки легко хрустят, вот с этими самая большая сложность, нужно обхватить полностью палец, она обычно выбивается на скрутку, либо сюда, либо сюда, поэтому нужно слегка растянуть, понять в какую сторону она хочет, в общем растянуть, немножко повернуть в нужную сторону и аккуратно отпустить, сейчас я это делаю уже быстро, а вообще, учиться, конечно, надо на маленьких скоростях, если я перерастягиваю, суставные поверхности расходятся, я теряю точность, если я перекручиваю, не переходит кость через кость, не знаю, как это объяснить, чувствуйте сами, плюс еще нужно угол, вот этот вот, подбирать под себя, в зависимости от состояния вот этих мышц, этих сил, угол может быть разным, у меня примерно вот такой, сейчас мы это делаем, вправим, вот, фух, иногда даже вдоль позвоночника дрожь такая проходит, почему? Потому что очень глубокие связки, они дают импульсацию, мы в норме эти ощущения не чувствуем, но я их провоцирую, и обычно эта провокация означает, что сустав травмирован, поэтому тело так своеобразно реагирует, на самом деле, вот сейчас мне гораздо легче, наконец-то перестал хрустеть, итак, от того, что чаще всего он скручивается так или так, это не значит, что так будет всегда, иногда приходится подсогнуть и этот сустав тоже, но очень аккуратно, вот так на излом, ни в коем случае не дергайте, любой изгиб это повод тянуть все-таки вперед, иногда, очень редко, вот так вот, в общем, все на вашей чувствительности, но я научился и вы научитесь, но правка кисти была бы не полной, если бы мы не правили вот эти вот локтевую с лучевой костью, в принципе, сейчас это дело очень просто, я расслабляю руку и вот такой скруткой, при условии, что здесь уже все вытянуто, встряхивание возвращается кости на место, редко приходится локтевую докручивать вручную, и очень редко приходится ее вытягивать от себя и немного поворачивать, в ту или в другую сторону, но, опять же, вам должны это сказать ощущения, если вы не знаете точно, либо экспериментируйте, либо ждите, пока чувствительность разовьется. Ну, рукой руку, это такой пассивный, как бы сказать, ну, защитный режим, вообще, по идее, это делают вот так, вот, и все вправилось, но, когда вы толкаете руку, вы напрягаетесь и тут же мгновенно расслабляетесь, и вот только тогда все встает.